Всем привет! Меня зовут Чабли. Сегодня я хочу рассказать вам очередную теорию фанатов касательно Игры Престолов. На этот раз речь пойдет о Дарио на Харрисе. Итак, может ли любовник Дейенерис на самом деле быть Элроном Грейджоем? Безумие, скажете вы. Но на самом деле есть парочка интересных аргументов в пользу этой теории. Давайте разбираться. Первое. Внешность персонажа. То, как они описаны в книгах. Они оба похожи друг на друга. Оба очень красивы. Например, Дэнни открыто говорит Дарио, что он привлекательный. А Элрона описывают как самого красивого из сыновей Квайлона Грейджоя. Обоих персонажей Мартин описывает как голубоглазых. И оба носят аккуратно подстриженную бороду. И хотя Дарио и выкрашивает свою бороду в синий цвет, это может быть обычной маскировкой, желанием спрятать свою истинную внешность. Второе. У них очень похожий характер. Они оба описываются как прекрасные ораторы. Могут убедить своего собеседника в чем угодно. Например, Элрон на вече железнодрожденных побеждает как раз-таки благодаря своему красноречию. А Дарио, ну, скажем так, дополтался до постели матери драконов. Тоже неплохое достижение, согласитесь. Оба персонажа крайне самоуверенные. Например, Дарио при разговоре с Дейнерис говорит, что если ему придется перечислять имена всех людей, убитых им, придет зима, лето, а потом опять зима. Элрон же, в свою очередь, говорит, что никогда не проигрывал ни в одном бою и что он никогда не склонял колено. Тем не менее, под маской самоуверенностью в обоих случаях скрываются опасные люди, жестокие убийцы. Оба персонажа любят высмеивать окружающих, и что уж греха таить, весьма популярны среди женщин. Также у обоих персонажей интерес к Дейнерис и ее драконам. Элрон, например, открыто говорит на страницах книгах о своем намерении жениться на Дейнерис и с помощью ее драконов завоевать Вестерос. Третий аргумент – совпадение в книгах и сериале. Например, про Дарио из книг мы знаем, что это тирошейц, который прекрасно владеет датаркистским аракхом и мирийским стилетом. То есть мы можем предположить, что Дарио в свое время много путешествовал, потому что между тирошем, миром и датаркистскими землями огромное расстояние. Элрон, как мы знаем из книг, много путешествовал и побывал в самых дальних и опасных местах. В книгах Дарио хвастается, что может уснуть в любом положении, даже верхом на коне в пурю. Навык, который вполне мог приобрести пират, который постоянно проводил время в открытом море. Или, например, Дарио как-то шутит, что что-то украдет у Дейнерис. Как мы знаем, план Элрона – украсть драконов у Дейнерис. В сериале Дарио преподносит Дейнерис корабли, и когда нас спрашивают у Бористана Сэлму сколько, он отвечает 93, Ваше Величество. 93 корабля. Именно столько кораблей берет с собой Викторион Грейджой, брат Элрона, на своем пути в Мейерин. В книгах Дарио капитан наемников, которых называют «вороны-буревестники». У Элрона прозвище «вороний глаз», а о себе он говорит как о первой и последней «буре». В сериале все немного по-другому. Дарио нам представляют как капитана младших сыновей, что в оригинале звучит как «second sons», то есть, если дословно перевести, звучит как «вторые сыновья». А ведь Элрон буквально второй сын. В семье Грейджоев он идет вторым по старшеству после своего брата Бейлона. Проблема теории может быть только в местонахождении персонажей. То есть, как Дарио и Элрон могут быть одним и тем же человеком, когда один находился на Железных островах, а другой в Мейерине. Это же два разных континента. Тут дело в том, что Дарио, по сути, не так уж часто находился в Мейерине. Дейнейрис часто отправляла его на различные миссии, по заключению торгового и военного союзов с различными городами. На одной из таких миссии, кстати, она дает ему много даров, чтобы Дарио подкупил Дейнейрис союзников. И вот совпадение. На Железных островах появляется Элрон, с успехом выступает на вече во многом благодаря своим щедрым дарам. Золото, серебро, драгоценные камни, валерийские мечи и прочее. Тут вы можете возразить. Седьмое пекло. Чарли, даже если теория правдива, как мог Элрон неоднократно преодолевать расстояние от Железных островов до Мейерина? Это ведь почти полмира. Ну, мы знаем, что Элрон отличный пират. Также мы знаем, что он использует черную магию в своих морских путешествиях. Если быть точнее, магию на крови. Именно поэтому его корабль выкрашен в красный цвет, чтобы скрыть кровь. Также мы знаем, что он захватил в плен пару колдунов, и они путешествуют вместе с ним. Могли ли они помочь наколдовать что-то, чтобы быстро преодолевать огромные расстояния? Почему бы и нет? Таким образом, делаем вывод. Цель Элрона, согласно книгам, объединить Кракена с драконом. То есть, жениться на Дейнерис и пламенем и кровью завоевать Вестерос. Ради этого он вполне мог притвориться наемником, которого зовут Дариона Харрис, чтобы приблизиться к королеве, завоевать ее любовь и доверие. В книгах, кстати, так и говорится. Дейнерис открыто признает, что готова бросить все и выйти замуж за Дарио, потому что она любит его. Вот такие дела, друзья. Как вам такая теория? Считаете ли вы, что Элрон ради достижения своей цели мог придумать такой хитрый, безумный план? Напишите мне свое мнение в комментариях. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые теории. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!